если вы хотите чтобы написать какую-то такую программу который могли пользоваться другие люди у вас уже возникают в общем совсем другой масштаб масштаб бедствий масштаб трудностей потому что вам нужно подумать о том как человек будет с вашей программой взаимодействовать сами то вы взаимодействуете с помощью кода человек который не умеет программировать так не может делать вот как вы будете эту программу распространять будет ли это какой-то exe файл который можно будет запустить просто на компьютере или это что-то другое в общем короче говоря тут возникают всякие трудности и как раз сегодня я хотел немножко проект поговорить в частности показать один из инструментов который сейчас мне кажется самым простым и удобным способом сделать сделать результат свою программирование доступным для окружающих и для этого нам нужно использовать немножко другой инструмент уже не юпитер ноутбук а переходить в такие более взрослые профессиональные среды разработки начну вот я предлагаю использовать пайчарм он хорош тем что у него есть бесплатная версия достаточно функциональная я долгое время чудесным образом жил на этой бесплатной версии и горе не знал а потом в какой-то момент обнаружил что для тех людей кто учится или наоборот преподает у них есть бесплатные лицензии которые про нужно обновлять раз в год значит бесплатные эдикоичные лицензии и с тех пор перешел на пайчарм профессионал но и сейчас хочу его во первых хочу его показать а во вторых хочу показать инструмент с помощью которого мы будем мы будем расшаривать наши проекты так давайте покажу пайчарм я сообщение просил установить если вы его еще не установили можете сейчас быстренько скачать и установить ну вот как то так выглядит интерфейс значит в чем отличие там с юпитером вообще в чем отличие от того что мы сейчас будем делать от программирования в юпитере в юпитере у вас есть просто отдельный файлик и пенбешный и вы с этим файлом вы в нем пишите код и в общем по менее ничего больше не существует когда вы работаете в каком-то более серьезном режиме но у вас скорее всего программа которую пишите она скорее всего будет просто не помещаться в один файл скорее всего она будет как-то разбита на несколько файлов несколько модулей и для того чтобы было удобнее работать вам нужно использовать специальные инструменты ну вот в частности вот вы можете здесь сейчас у меня открыт собственно говоря проект в котором я делал но штуку с помощью которой я пишу и публикую все конспекты лекций вот здесь видно что здесь есть куча каких-то файлов разных вот давайте сделаем какой-нибудь проектик сейчас быстренько просто посмотреть как это работает значит давайте я сделаю новый проект и вы тоже делаете новый проект значит тут правда сразу возникает опять же новая история в том что когда мы создаем проект мы можем выбрать типа из-под какого питона он будет запускаться дело в том что у вас в системе может быть установлено много разных версий питона они могут в какой-то мере существовать параллельно и при ну может такое бы что например у вас установлено несколько питонов которые используют разные наборы библиотек и в целом современный подход к этому делу состоит в том что для каждого нового проекта вам хорошо бы создавать новый значит это называется virtual environment виртуальное окружение это как бы такой изолированный кусочек питона то есть это какая-то штука в которой выбран или установлен интерпретатор питона и выбран и установлен какой-то набор библиотек почему полезно так делать дело в том что библиотеки живут своей жизнью и обладают свойство время от времени ломаться ну в ком смысле ломаться значит библиотеки обновляются и они зависят друг от друга и довольно часто бывает например какая-нибудь такая ситуация что вы написали какой-то код он использовал какую-нибудь библиотеку какой-то версия потом эта библиотека взяла да и обновилась и хорошо если она нормально обновилась и и там как правило библиотеки сами по себе ну так чтобы совсем библиотека сломалась такое бывает редко но довольно часто бывает ситуация когда библиотека обновляется в ней возникают какие-то обратно несовместимые изменения и это приводит к тому что ваш код который вчера еще работал чудесным образом сегодня уже перестает работать и вам дальше нужно смотреть что изменилось библиотеки как-нибудь вам возможно нужно переделать какую-то часть своего кода переименовать какие-нибудь вызовы функций заменить аргументы еще что-нибудь сделать чем короче говоря возникает такая вот работа посвященная тому чтобы приводить ваш код в соответствии с текущими веяниями времени и это так иначе приходится делать но если вы не хотите этого делать то теоретически вы можете просто вот сказать что вот конкретный проект он использует библиотеки вот конкретно вот этих версий ну и тогда если вы не будете их никогда обновлять то тогда ничего плохого с вашим проектом возможно не случится по камере он не перестанет работать сам по себе скорее всего но правда тут возможны другие проблемы например если в какой-нибудь этих библиотек обнаружить уязвимость это ваш проект может оказаться уязвимым хакеры в него хакеры через эту уязвимость проникнут на ваш компьютер и сделать что-нибудь нехорошее такое тоже бывает но в общем так или иначе если вы хотите чтобы ваш проект можно было запустить через 10 лет полезно сделать так чтобы по крайней мере было зафиксировано то с библиотеками каких версий он работает и для этого ему нужно отдельное окружение потому что если вы зафиксируете вообще в целом на своем компьютере набор библиотек конкретных версий то это просто означает что вы не можете пользоваться новыми возможностями которые появляются и опять же это тоже плохо потому что тогда допустим вы вчера прочитали про то что появилась какая-нибудь новая крутая штука хотите использовать а не можете потому что значит она требует каких-нибудь новых библиотек поэтому хорошо изолировать набор библиотек у разных проектов ну и делается это с помощью каких-нибудь virtual environment я кстати не знаю вот вы сейчас видите диалог new project у меня или нет открыто открыто в трансляции окошко new project или не открыто кажется что нет но я не уверен кажется что нет но наверное наверное нет давайте по-другому тогда расширю экран да это два разных окна давайте просто десктоп расширю вот теперь видно ну и собственно говоря вот здесь мне сейчас предлагают я сделал файл new project в пайчарме особенно когда вы запускаете пайчарм вы скорее всего увидите какое-нибудь похожее рода окошечко или по камере вам можно получить это нажать на кнопку new project вот и здесь нам предлагают как раз создать какое-нибудь виртуальное окружение ну давайте давайте его создадим выберем какой-нибудь интерпретатор значит если вы используете анаконду то вы можете попробовать найти ваш интерпретатор например это всегда можно сделать так вот смотрите значит если у меня запущена давайте я запущу какой-нибудь а вот у меня уже запущен какой-то юпитер сейчас я его открою допустим у вас уже есть какой-то вы установили там анаконду у вас есть питоновский интерпретатор которым который нормально работает вы хотите понять где он вообще находится и это всегда можно сделать вот так значит вам нужно импорт сделать импорт с из с из что там executable вот значит вот у меня сейчас например используется вот такой вот питон питон который запускается вот из под этого пути ну и давайте я его его и выберу в качестве моего проекта в качестве того питона который будет использовать мой проект ну и давайте еще вот эту галочку поставлю чтобы у меня те пакеты которые у меня уже установлены чтобы они были бы доступны ну давайте попробуем это сделать так значит открыть в этом окошке значит вот создался пустой проект в нем пока что нет то есть это пока просто пустой каталог в котором ничего нету дальше можем создавать в нем файлы давайте это сделаем значит я хочу создать новый питоновский файл допустим как нибудь я его назову main пи ну и давайте я что нибудь здесь сделаю так наверно мне нужно увеличить шрифт чтобы это было лучше видно ну о Собственно говоря, давайте... Ничего пока не буду импортировать. Давайте я просто сделаю Hello World. Давайте только я сделаю вот что. Давайте уж попробуем по-взрослому это сделать. Я, кстати, не помню, как это делается. Так или не так. Ладно, давайте попробуем запустить, посмотрим, что получится. Да. Ну вот, собственно говоря, такая совсем базовая программка. Значит, про вот этот nameMain я скажу сейчас. Давайте я покажу что-нибудь. Давайте сделаем какую-нибудь функцию. Значит, вот я сделал функцию printHello, которая печатает Hello World. И я сделал, значит, добавил if. В этом if я проверяю, что вот такая вот переменная с двумя нижними подчеркиваниями name равняется строчке с двумя нижними подчеркиваниями main. И если это так, то я запускаю этот самый printHello. Давайте еще раз попробую его запустить. Значит, смотрите, запустить я могу на самом деле разные файлы. То есть в этом питоновском проекте может быть несколько питоновских файлов. Значит, вот в этом случае я запустил ровно этот файл main.py. Ник и других у меня все равно нет. И результат работы этого файла вот здесь вот у меня отображается внизу. И это вот ровно вот эта вот самая строчка, которая у меня тут была написана, которую я попросил вывести. Значит, это такая типичная ситуация, когда вы пишете питоновскую программу, которая работает как такое приложение командной строки. То есть у него нет никакого интерфейса, нет никаких кнопочек, на которые можно было бы понажимать. Есть просто программа, которая, ну там, она может чего-то запрашивать со стандартного входа и что-нибудь печатать на стандартный вывод. То есть просто печатать вот так вот принтом. Вот. И значит, работа ее отображается вот здесь вот в нижнем окошечке. Ну, в принципе, можно было бы сделать какой-нибудь интерактивчик. Допустим, добавить сюда какой-нибудь параметр name. Давайте сделаем вот так. Значит, теперь, видите, он у меня вот здесь вот, вот в этом вот окошечке, где он показывает результаты, запрашивает имя. Я его ввожу, он меня приветствует. Ну, то есть, в общем, все то же самое, что у нас было в Юпитере. Принципальная разница состоит в том, что между запусками, которые я сейчас осуществляю, никакие перемены не сохраняются. То есть каждый раз, когда я этот код запускаю, он запускается с нуля. Здесь нет никакого вот этого вот состояния ядра, которое хранит информацию про все переменные и так далее. Вот. У вас каждый раз происходит запуск с начала и до конца. Значит, давайте я скажу про вот этот if name равняется main. Дело в том, что питоновские, значит, вот эти питоновские файлы, они могут друг из друга вытаскивать функции. Давайте я создам некоторую новую функцию, создам новый файл. Допустим, я скажу, что у меня есть… Значит, это был main. Давайте я сделаю еще какой-нибудь файл, допустим, test.py. И я здесь могу, например, сделать вот так. И давайте теперь запущу вот этот новый файл test.py. Значит, запустить я могу разные файлы. Сейчас я створю, что я запускаю файл test. Ну и видно, что он тоже прекрасным образом сработал. Значит, почему… Что здесь вообще сейчас произошло? Смотрите. Значит, я сказал вот внутри этого test.py. Видите, я написал from main import print hello. При этом питон пошел смотреть, значит, поскольку он… Значит, первое, что он ищет, это он ищет файл с именем вот этот main, то есть он добавляет к нему расширение py, и пытается там найти, если этот файл есть, то он пытается внутри этого файла найти вот эту функцию, которую я попросил импортировать. И если эта функция там находится, то из вот этого файла она как бы становится доступной. И это такой способ разделять ваш проект на отдельные файлики для того, чтобы все не было бы свалено в одну кучу, а функционал был бы разбросан по разным файлам в зависимости от того, как-то разумным образом логически структурировано. И, соответственно, зачем нужна вот эта вот штука? Дело в том, что если я вот здесь сделаю, например, добавлю вот такой print, заметьте, значит, я вот эту вот строчку добавил, print module is loaded, я добавил ее внутрь файла main.py, но вне вот этого блока if. If name равняется main. Почему я это сделал? Потому что теперь, если я, значит, это я просто хочу показать, как все это работает. Значит, если я теперь запускаю testpy, давайте я еще раз его запущу. Видите, он мне выдает, то есть на самом деле, что при этом происходит? У меня не просто вот эта функция как-то вытаскивается из вот этого модуля, а вот этот модуль, вот этот модуль, он просто выполняется. То есть выполняется весь код, который здесь есть. И, в частности, выполнился вот этот вот print в тот момент, когда я просто этот модуль импортировал. А вот эта вот штука не выполнилась, потому что она находится внутри вот этого if. Как раз этот if, он проверяет, правда ли, правда ли, что запущен именно вот этот файл. Собственно говоря, он всегда так пишется. Здесь у меня возникла немножко неудачная коллизия. Я назвал этот файл main.py, и вот эта штука тоже main. Но на самом деле вот этот main к мему main.py не имеет никакого отношения. Давайте я как-нибудь переименую этот файл. Давайте я его назову hello world. И вот здесь вот в этом тесте мне нужно сделать from hello world import.print.hello. Вот, так будет красивенько. Давайте еще раз проверим, что все работает. Да. Вот, соответственно, очень часто происходит следующее. Когда вы пишете какой-то код, вы в нем, ну, как бы, вот, с одной стороны, у вас есть какая-то текущая задача, которую вы хотите решить, а с другой стороны, в процессе написания этого кода есть шанс, что вы пишете какие-то функции, которые вам пригодятся где-то еще. В том же проекте позже, но, может быть, в других каких-то контекстах или еще что-нибудь. и поэтому логично, как бы, вот такой подход, когда вы рассматриваете ваш файл потенциально как модуль, который потом можно будет импортировать из какого-то другого файла. И в этом случае все, что вы не хотите, чтобы происходило в тот момент, когда вы делаете импорт, должно быть засунуто вот в этот if. вот, ну, это так, введение в то, как устроены питоновские проекты обычно. Вот, давайте, есть ли какие-нибудь вопросы сейчас? Вот, давайте я покажу чего-нибудь хорошее, давайте покажу что-нибудь хорошее, чего есть в PyCharm. Ну, PyCharm – это частный пример программы, которая называется IDE, Integrated Development Environment, интегрированная среда разработчика. Ну, и, в частности, обычно в них встроено, ну, во-первых, как видите, встроены всякие штуки, которые позволяют проще искать какой-нибудь код. Вот, например, видите, я вот здесь сейчас использовал функцию printHello. Допустим, я забыл, где она определяется и забыл, как она вообще выглядит. Ну, вот я могу нажать, ну, вот у меня на Mac я нажимаю кнопочку Command, кликаю по этой функции, и она меня просто отправляет туда, где эта функция определяется. И то же самое может быть необязательно с теми функциями, которые я написал. Например, ну, вот представьте себе, что я хочу там, я не знаю, допустим, я использую Pandas. Интересно, он не установлен тут? Да, вроде установлен. Значит, я использую Pandas, и там решил открыть… То есть мне зачем-то понадобилось залезть в исходник, скажем, вот, конструктора PD DataFrame. И я, в принципе, могу легко залезть в этот исходник. Видите, я могу прямо вот посмотреть, какой код написан в библиотеке и как он устроен. Это, может быть, не всегда легко разобраться, потому что, как правило, такие библиотеки – это какой-то… Они содержат много возможностей, поэтому разбираться в этом может быть не очень просто. Но, тем не менее, это… Иногда приходится просто открывать код и смотреть… Смотреть, что же там написано. Вот. Ну и есть всякие разные другие полезные вещи. Например, я могу добавить breakpoint. И теперь всякий раз, когда… Вот я, допустим, запускаю сейчас какой-нибудь код. Ну вот я могу его запустить в режиме отладки debug. И в этом случае, в тот момент, когда я дойду до breakpoint, я перейду в отладчик, и в этом отладчике я могу делать всякие штуки, например, там, смотреть назначения переменных, выполнять какой-то произвольный код. Ну вот, допустим, у меня print hello сейчас уже определен, и я могу его вызвать. в общем, что угодно могу тут делать. Я сейчас нахожусь внутри… Как бы я нахожусь внутри программы, которая остановлена на половине. И я могу смотреть переменные, я могу выполнять дальше, там, например, делать какие-то действия последовательно. Вот, скажем, у меня вот этот вот print, а я хочу выполнить следующую команду, и вот я вижу, что происходит в следующей команде. Я могу сделать дальше, и так далее. В общем, короче говоря, ну, это отдельная история, там, работать с отладчиком, это нужно было бы отдельную лекцию читать про это. Не хочу сейчас. Вот. Ну, на самом деле, я все это рассказываю для того, чтобы показать вполне конкретную штуку, а именно я хочу показать библиотеку, которая называется StreamLead. И это такой способ создавать, очень быстренько создавать веб-приложение. В целом, сейчас, если вы хотите сделать ваш код доступным другим людям, у вас, в общем-то, есть два пути. Первый путь состоит в том, что вы пишете приложение, которое будет запускаться на компьютере. Человек вас скачает, установит и запустит у себя. Но поскольку современный мир устроен не так, чтобы просто, это, может быть, не очень легко сделать, потому что это означает, что вам нужно думать о том, какая операционка стоит у вашего пользователя. Соответственно, если вы хотите обслуживать, скажем, пользователей с разными операционками, вам нужно будет создавать отдельные билды вашего приложения под разными операционками. В принципе, есть такая возможность. Есть возможность из питоновского файла сделать просто экзешку, которая, допустим, запустится просто двойным кликом под Windows. Это можно такое сделать. Есть библиотеки, которые это позволяют. Но при этом тут как бы всегда возникают проблемы с этим. Может быть, у пользователя не та версия Windows, на которую вы рассчитывали, или у него есть какая-то библиотека, или еще что-нибудь, или это не Windows, а Mac, или это не Mac, а Linux. В общем, сколько угодно проблем. Теоретически на питоне можно писать такие вот приложения, вот прям вот настоящие, с кнопочками, с интерфейсами, со всеми этими самыми штуками. Но вот, честно говоря, я никогда этого не делал, потому что к тому моменту, когда я выучил питон, самым простым способом доставки приложения до пользователя стала разработка веб-приложений. Это означает, что вы фактически делаете сайт, такой интерактивный, и пользователь просто на этот сайт заходит и делает, что ему нужно. Допустим, загружает свои данные, и эти данные как-то обрабатываются, ему выдается результат. Например. Дальше, правда, возникает вопрос. Для того, чтобы создать веб-приложение, с одной стороны, вам нужно что-то знать про веб-разработку, а с другой стороны, вам нужно иметь какой-то сервер, на котором это веб-приложение будет работать. Ну, потому что, что такое веб-приложение? Это означает, что не пользователь его запускает на своем компьютере, а веб-приложение запускается где-то на каком-то сервере, который должен быть постоянно подключен к интернету, и быть готовым принимать запросы от пользователей. И таких совсем простых способов делать веб-приложение, ну, в общем-то, так я бы сказал, не было. Сейчас я попробую показать штуку, которая позволяет делать сравнительно легко, не зная толку веб-разработки, зная только Python, вы можете разрабатывать какие-то не слишком сложные веб-приложения, ну, ориентированные как раз на Data Science, но при этом с довольно широким функционалом. Давайте я покажу. Значит, эта штука называется StreamLead. Вот она. Давайте мы ее сейчас установим. Собственно говоря, вот он, команда, с помощью которой это можно сделать. Значит, если вы хотите установить в ваше виртуальное окружение, установить какой-то пакет, которого там нет, ну, это можно делать двумя способами. Это можно делать с помощью интерфейса PyCharm. Давайте я попробую это сделать. Куда-то здесь нужно зайти. Python Interpreter. Вот. Вот сюда. Значит, как видите, я сейчас зашел в настройки проекта в PyCharm. И вот здесь вот есть список того, какие у меня пакеты установлены. Я могу добавить новый пакет. Значит, я сейчас добавляю пакет StreamLead. Нажимаю Install Package. Сейчас он передел и должен установиться. Если не установится, то будет плохо. Устанавливается. Инсталлим. Это, в общем, аналог того, что мы бы набрали бы pip install StreamLead. Но важно то, что он сейчас установится именно в то окружение, которое привязано к нашему текущему проекту. Так, вроде бы установился. InstallSuccessfully. Ну, давайте попробуем теперь его использовать. Значит, давайте я посмотрим, возьмем какое-нибудь простенькое приложение. собственно говоря, вот здесь есть какой-то пример. Port StreamLead с ST. Ну, давайте, собственно говоря, немножко перепишем наше приложение. Вместо того, чтобы использовать print, давайте напишем STWrite. давайте здесь напишем как-нибудь вот так, чтобы это было заголовком. Давайте этот print грохнем. давайте это я все сейчас грохну и давайте оставлю просто вот этот print hello. Так, давайте попробуем это запустить. сейчас, а у меня кажется, что все еще запущено под дебаггером, давайте я его восстановлю. так, значит, вот у меня совсем минималистичное приложение, использующее StreamLead, написано, и давайте я попробую его теперь запустить. Значит, чтобы его запустить, мне нужно не совсем это просто сделать, значит, мне нужно его не просто запустить, а нужно сделать какую-то такую штуку. так, это дебаггер, зачем мне дебаггер, мне нужен не дебаггер, терминал, давайте попробуем что-нибудь тут сделать. Значит, по идее, у вас тоже должен быть внизу вот такая вот вкладочка терминал, и здесь открывается командная строка, с помощью которой можно выполнять системные команды. И давайте попробуем, ну-ка, ага, StreamLead, почему мне тут HelloVault? Нет, нет, потому что нужно сказать StreamLead Run, наверное. Два. Вроде заработало. Да, заработало. Смотрите, видите, у меня открылся браузер, и в этом браузере мне написали HelloWorld. Красота. Значит, если посмотреть, куда я в браузере сейчас смотрю, я смотрю на Localhost, то есть на мой собственный компьютер, то есть у меня сейчас запущен на моем компьютере запущен, как бы, вот мое приложение запустилось, оно запустилось в виде такого локально установленного веб-приложения, то есть это некоторый сервер, который ждет запросов от браузера и отвечает ему какими-то HTML-страницами. Ну, замечательно то, что никакого кода HTML-ного написать не пришлось, мы просто использовали, ну, собственно говоря, вот здесь вот используется просто Syntaxe Markdown, тот же самый, который использовался в Юпитер-ноутбуке. Но давайте сделаем что-нибудь более веселенькое, потому что ну, потому что как-то грустно, если у нас будет только Hello World. Давайте действительно возьмем какую-нибудь картинку нарисуем. Давайте просто сделаем так. Сейчас сделаю какой-нибудь оба какой DataFrame, просто чтобы просто чтобы нарисовать. Ну, и давайте нарисуем. Так, сейчас давайте посмотрим, нужно ли там что-то сделать специфическое, чтобы он нам это все нарисовал. файл. у него есть собственная штука, которая рисует картинки. Хорошо, LineChart. Давайте посмотрим, что получится. Значит, я сохраняю этот файл, и давайте посмотрим, что будет, если я сейчас просто загружу его заново, ничего не происходит. Окей, давайте я остановлю его и загружу заново. Значит, смотрите, чтобы, когда у меня эта штука включена, для того, чтобы ее остановить, мне нужно нажать Ctrl-C. Ctrl-C это такой стандартный способ остановить запущенное приложение, если оно запущено вот так в командной строке. Давайте посмотрим. О, смотрите, что-то получилось. Какая-то картинка нарисовалась. Хорошо. О, даже не просто картинка, она даже интерактивненькая. Вообще красота. А, это, кстати, Vega. Это тот же инструмент, с помощью которого рисовались картинки в Альтаире. Библиотек Альтаир. Поэтому она такая красивенькая. Ну, давайте добавим какой-нибудь интерактивности, потому что пока что это просто какая-то статическая страница. Давайте сделаем что-нибудь более динамическое. Значит, пусть так вот давайте я допустим у меня будет допустим у меня будет синус от х. Так, как сделать так, чтобы он бы рисовал бы и не ладно, видео мне не нужно никакой х, будет только у. таблик. И давайте давайте я добавлю какой-нибудь параметр. Для того, чтобы добавить сюда параметры, мне нужно использовать такую вещь. Допустим, я хочу использовать, допустим, я хочу ввести число, и мне для этого нужен какой-нибудь слайдер. Давайте посмотрим, как это делается. Вот я забыл. Виджетс, слайдер. я так и думал. И давайте здесь добавим, например, вот так. Почему-то у меня не перезагружают его автоматически при сохранении этого файла, хотя должен бы. Но давайте я его перезагружу вручную. помощью Ctrl-C я закрыл, открыл заново. Ну и давайте посмотрим, что мы теперь видим. о. Ну, хорошо, это получилось не очень, не очень. Давайте я лучше вместо того, чтобы вот такое масштабировать, давайте лучше я буду вот так масштабировать. Вот, я придумал. Вот. кстати, видимо, можно его не перезагружать. Так, давайте я добавлю побольше точек, допустим, 500 точек. да, он, видимо, автоматически обновляется. Вот, смотрите, у меня получилась теперь уже такая интерактивная штука. Видно, что я с помощью слайдера выбираю, чему равняется A, и сразу после этого мне перегенерируется эта картинка сразу после того, как я меняю значение этого слайдера. То есть, таким образом, ну, фактически, что происходит? Вместо того, что писать такое вот обычное приложение, помните, когда в самом начале курса мы писали домашки, в которых у нас был, значит, был какой-то пользовательский ввод, человек вводил какие-то штуки с клавиатуры, и дальше ему компьютер что-то обрабатывал как-то этот пользовательский ввод и выводил его, там, выводил какой-то вывод. Здесь фактически мы делаем то же самое, только, ну, видите, этот самый ввод можно осуществлять с помощью разных вот таких элементов интерфейса, виджетов, они бывают разными, значит, здесь можно посмотреть, какие бывают виджеты, их тут более-менее сколько угодно, собственно говоря, есть текстовый ввод, давайте сделаем, у нас здесь был какой-то hello world, да, давайте сделаем текстовый ввод, давайте добавим еще чего-нибудь, ладно, видите, когда я меняю вот здесь вот пользовательский ввод, значит, он меня опять же автоматически меняет здесь output, с точки зрения логики все устроено ужасно просто, в тот момент, когда я меняю здесь хоть что-нибудь, у меня просто весь этот скрипт перезапускается с самого начала, сверху вниз, ну, как бы это на самом деле, если вы когда-нибудь программировали, представляете, или можете себе представить, как устроено приложение с каким-то таким графическим интерфейсом, то, в общем, это довольно сложная штука, потому что пользователь может в произвольные моменты времени как-то по-разному влиять на этот интерфейс, нажимать на какие-то кнопки, выставлять там как-нибудь переключатели и так далее, и ваша программа должна на это как-то реагировать, и на самом деле, когда вы пишете программу с каким-то графическим интерфейсом, это всегда довольно нетривиальная вещь, установить это взаимодействие между пользователем и вашей программой, чтобы программа все хорошо обрабатывала. Вот здесь логика ужасно простая, она, в общем-то, фактически дублирует логику просто обычных простых вот таких приложений, с которыми мы там работаем в командной строке. У вас есть виджеты, с помощью которых вы делаете запросы данных, и у вас есть output такой, или вот такой, который может использовать значения соответствующих виджетов, при условии, что просто вы, у вас вот строчка, которая использует виджет, она идет раньше, чем строчка, в которой значение, которое виджет возвращает, будет использоваться. Вот. чего еще здесь бывает веселенького, например, можно писать просто такие строчки. Вот, видите, если я просто пишу строчку как таковую, вообще, вот тут нет никого принта, вообще ничего нет, просто посреди посреди кода написана строчка, он тогда эту строчку просто выводит тоже на экран. Давайте, может быть, сейчас интересно у этого текст инпута, какие еще есть. Значит, что еще можно делать с этим текст инпутом? placeholder. Вот, значит, я установил сейчас значение по умолчанию, видите, когда я просто запускаю эту страничку, здесь вот я написал уже какое-то значение, но я могу его поменять. Вот, в общем, таким образом можно делать довольно сложную логику, и в целом они там постоянно развиваются, у них постоянно возникают какие-то новые возможности, но меня сейчас больше всего интересует то, что можно, вот тот код, который мы сейчас написали, его можно, как говорится, задеплоить, то есть разместить на сервере в интернете, они сделали, значит, они сделали, собственно говоря, этот же самый Streamlit, у них есть просто такая штука, которая позволяет это сделать и разместить ваше приложение на их серверах, значит, давайте попробуем, у них там есть какие-то платные тарифные планы, но нам и бесплатного, я думаю, хватит, давайте я зарегистрироваюсь, не знаю, я там зарегистрирован или нет, так, по идее мне должно было прийти какое-то письмо, до новых встреч, так хорошо ник пароли у них похоже нету ладно дайте еще раз попробую залогиниться ну если так они просто отправляют одноразовую ссылку и предлагают кликнуть кликнуть в почту давайте это сделаю смотрите мне сейчас сразу предлагают присоединить мой аккаунт в этом стремлите к гитхабу и это стоит сделать про гитхаб сейчас тоже еще поговорим давайте я за коннекчусь с гитхабом авторизовать давайте я использую вот этот комьюнити версию значит она позволяет делать приложение которое доступно всем желающим ну и давайте что такое что от меня хотят интересно они кстати если сейчас напишу что я из россии они меня сразу забанят они вообще не позволяют выбрать россию ну ладно допустим я не в россии допустим я где-нибудь в другом месте к тому же я правда не в россии допустим допустим я на мальте так ну и давайте попробуем установить приложение смотрите значит теперь у нас следующая история дело в том что значит для того чтобы разместить для того чтобы разместить приложение мне нужно разместить там на сервере стремлите мне его нужно сначала разместить на гитхабе и тут еще одна такая айтишная штука которая тоже я думаю что полезна всем значит есть такая вещь которая называется системами контроля версий но особенно тут история такая что когда вы пишете какую-то программу если вы ее пишите не в одиночку то в какой-то момент у вас возникает проблема что допустим ну вам нужно как-то синхронизировать ту работу которую вы сделали с работой которые сделали другие люди то есть у вас должно быть какое-то место где хранится код и вы должны в этом месте как бы фактически вся правка она должна происходить она должна в конечном итоге сохраняться в этот в этот некий центральный репозиторий и сейчас со стандартным таким местом является гитхаб соответственно он использует то что называется система контроля версий гит это штука вообще система контроля версий это такие вещи которые позволяют отслеживать кто когда какие изменения внес в какие файлы ну а также решать иногда всякие такие проблемы типа того что представьте себе что у вас есть один большой файл и его одновременно начали редактировать вы ваш коллега и вы отредактировали один кусочек этого файла ваш коллега другой и эти кусочки они никак друг с другом как бы не связаны они друг от друга не зависят допустим это две разные функции но из-за того что это один тот же файл дальше вам нужно как у вас есть теперь модификации ваши модификации вашего коллеги и вам нужно их как-то объединить так чтобы обе этих модификация они как бы применились к одному и тому же файлу и вручную это делать может быть тоскливо но к счастью в простых случаях система контроля версий делают автоматически вот в общем это такой сейчас незаменимый инструмент для совместной работы но на самом деле не только для совместной работы я в принципе практически весь свой код храню на гитхабе потому что это позволяет в частности гарантировать что если ну например если вдруг я пойму что я сейчас внес какое-то изменение в код который мне что-то сломало и теперь хочу вернуться в ту версию когда этого изменения не было если я использую систему контроля версии то я это всегда могу сделать потому что ну я это могу сделать если я ими правильно пользовался то есть если я делаю если свои промежуточные изменения как бы сохраняю в системе контроль версии сохраняются записываются все промежуточные версии которые я делаю и соответственно я могу дальше например посмотреть на историю правок откатиться какой-то старой правке и так далее ну собственно говоря в пейчарм встроена это кстати не знаю у меня сейчас профессиональная версия а вот я не знаю встроена ли она в комьюнити эдишн значит взаимодействие с гитхабом если у кого-то комьюнити эдишн можете посмотреть есть у вас вот какой-то пункт меню который посвящен систему контроль версии но ведь он у меня здесь называется vcs version control systems и у меня здесь есть отдельный пункт меню расширить проект на гитхабе есть у вас такой нету я так понимаю никто не скачал пейчарм ну ладно ну тогда давайте просто покажу как это работает а вы тогда значит если вдруг эта функция то в комьюнити эдишн вы всегда можете получить educational лицензию я надеюсь что еще можете по крайней мере мою education лицензию вроде не забанили надеюсь что получить ее еще можно значит давайте я просто расширю сейчас этот свой проект на гитхабе так что-то ему не нравится этот кредит он шелс и чем не теперь делать не хочет он что ли мне работать ну ладно так все хорошо было давайте посмотрю где у меня здесь гитхаб ну хорошо давайте я заведу новый у меня здесь гитхабе и 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 Давайте как-нибудь его назову, этот проект Streamlit.example.2022. Значит, вот здесь я сейчас выбираю, какие файлы я отправляю на сервер. Давайте я вот это все уберу. Оставлю только HelloWorldPy. Давайте только его отправлю, больше мне ничего сейчас не нужно. Так, и давайте я попробую теперь. Значит, вот он у меня сейчас добавился в мой GitHub. Давайте на него посмотрим. Или не добавился. Да, вот, Streamlit.example.2022. Значит, вот это то, что хранится на сервере. Здесь сейчас хранится только один мой файл. Но я думаю, что мне его будет достаточно. И теперь я использую этот файл для того, чтобы его задеплоить. Значит, главный файл называется HelloWorldPy. Давайте попробуем задеплоить. Если заработает, я очень удивлюсь. Значит, что-то происходит. Видите, он сейчас на сервере создал виртуальную машину и устанавливает все пакеты, которые мне нужны для того, чтобы мое приложение заработало. Не знаю, как он понял, какие нужны. Надеюсь, что он понял. Но если нет, то сейчас надо будет с этим разобраться. Сейчас посмотрим. Может быть, там нужно было написать список приложений. Коннектинг. Смотрите, все работает само собой. Фантастика. Возможно, потому что я использовал только стандартные пакеты, типа пандуса. Так, ну хорошо. И как теперь на это посмотреть? Да, ну, собственно говоря, все. Я так понимаю, что если вы откроете… Ну-ка попробуйте открыть вот эту ссылку. Давайте я попробую ее открыть из-под другого браузера, из-под которого я не залогинил. В этом стремлите. Год назад, когда я показывал эту штуку, у них еще не было вот этого сервиса, который мы сейчас используем. И приходилось гораздо сложнее все это делать, но, пожалуйста, все работает. Как видите, теперь фактически я написал веб-приложение, которым может пользоваться кто угодно. И главное, что оно уже хостится на каком-то сервере, и я даже не задумываюсь о том, где оно хостится. И это даже бесплатно. По крайней мере, до тех пор, пока меня интересуют именно такие публично доступные приложения. Вот. Значит, вот такая штука. Ну, собственно говоря, я могу показать, например… Сейчас. Хотел показать пример одного своего пайчармовского проектика, именно этого самого стремлитовского проектика. Давайте, я просто забыл, как он называется. Интересно, работает он или нет. Сейчас. Клайн-фил. Сейчас. Сейчас. Вот это я делал тоже в Streamlite. Меня попросили, коллег попросил помочь с такой задачкой. Ей приходится часто отправлять письма разным людям, и для того, чтобы их правильно оформить, нужно уметь склонять имена в разных формах. И она спросила, не знает ли кто-нибудь какой-нибудь функции в Excel, которая это позволяет делать. И я сказал, что в Excel не знаю, но можно с помощью Python и этой библиотечки PyMorph 2 это все очень быстро написать. А дальше стал думать, написать это легко, а как сделать так, чтобы человек мог эту штуку запускать, не имея опыта работы с Python. Так, сейчас ничего не видно. Интересно, ничего не видно. А так? Отлично. Вот. И после этого, собственно говоря, вы можете тоже сейчас на эту страничку зайти. И я тогда как раз только увидел этот самый Streamlite и подумал, что вот как раз хороший повод посмотреть, как это все работает, и заодно сделать что-то полезное. Ну и сделал. Вот, как видите, здесь можно выбрать, какие платежи вам нужны, написать каких-нибудь имен. Ну, в общем, как-то оно склоняет. Не гарантирую, что оно будет склониться всегда правильно, потому что, ну, как бы я ограничен просто вот этой библиотекой. Здесь нет никакого моего собственного лингвистического кода. Но, по крайней мере, за полчаса я написал что-то полезное, и, кажется, до сих пор эта штука используется. Особенно говоря, можно посмотреть на исходник, как это выглядит. Ну, вот и вся программа. Реально это буквально, не знаю, формально 66 строчек кода, но понятно, что здесь таких содержательных логических строчек типа 10. Это просто оформление. Это, собственно говоря, вот это вызов как раз библиотеки PyMorph 2, которая делает морфологический анализ. Здесь я просто говорю, что мне нужно поставить данное слово в данный падеж и все, и сделать из него слово. И, собственно говоря, вот это вот, это просто словарь, который описывает, как падежи называются в этой системе и как падежи называются просто по-русски. И все. И, в общем, весь код. Вот, не знаю, мне кажется, что это очень прикольная штука. Я имею в виду этот Streamlit, потому что действительно это способ очень быстро написать приложение, которое будет как-то взаимодействовать с пользователем. И все. Вот я его написал, он до сих пор работает, не требует никакого внимания с моей стороны. В общем, мне нравится. Вот, соответственно, я что все это рассказываю, я хочу, что вы тоже такую штуку сделали, но не такую со склонением FIO. Я хочу сейчас как раз дать следующую домашку, она будет про то, чтобы вы поделали какие-то, значит, попробовали бы использовать разные библиотеки визуализации. Значит, они все прекрасным образом работают, ну, все стандартные библиотеки визуализации работают с Streamlit, то есть вы можете прямо внутри вашего Streamlit-овского кода писать всякие, ну, допустим, я могу здесь сделать... Вместо вот этого встроенного, вместо встроенного встроенной библиотеки встроенной функции в библиотеку Streamlit можно использовать визуализаторы из... Какие-то другие из любых других библиотек. Ну, например, я сейчас использую Seaborn, скажем, SNS, что там, какой-нибудь Lineplot, DataDev, давайте посмотрим, как это все выглядит. Так, Y не определен, а, ну, да, конечно, не определен, надо было в кавычки взять. Что это я? Так, нет, так, видимо, просто не работает, надо его... Что-то нужно сделать. Как-то ему нужно сказать, чтобы он бы ее отобразил. А, ст-пайплот. Ну, понятно, Seaborn. Сейчас, ну, наверняка есть какой-то более простой способ это сделать. Дайте посмотрим. Ну, хорошо, видим просто вот такой. Вот, нужно такую команду добавить. Ну, ладно, ладно. Ну, давайте сделаем по-человечески. Уговорили. По-человечески, так по-человечески. Он говорит, что я использую устаревшую версию, ну, как бы устаревший подход, который требует создания глобального объекта, который будет хранить картинку. И сейчас нужно делать по-другому. Давайте сделаем, как они просят. Значит, я создаю явно картинку вот с помощью вот этого кода. Дальше я прошу Seaborn нарисовать, значит, визуализировать вот этот DataFrame именно на этой картинке. И после этого я прошу Streamlit визуализировать именно эту картинку, отобразить ее на странице. Ну, вот, пожалуйста. Значит, теперь у меня срабатывает именно Seaborn функция, а не та функция, которая была встроена в Streamlit. Ну, и таким образом можно использовать, кажется, все популярные библиотеки. Сейчас так или иначе умеют работать с Streamlit. И, соответственно, идея домашки в том, чтобы вы попробовали бы, взяли бы любой датасет, какой вам нравится. Его совершенно не обязательно откуда-то там как-то сложно добывать. Вы можете просто взять какой-нибудь готовый датасет с Kaggle или откуда-нибудь еще. И визуализировали его, используя разные библиотеки визуализации, и оформили все это в виде какого-то вот такого Streamlit-овского приложения. Например, вы можете... Чтобы опять была бы какая-то интерактивность. Ну, например, вы можете, допустим, если у вас есть какой-то датафрейм, вы можете с помощью Streamlit делать к этому датафрейму запросы. То есть, например, вы можете просто, скажем, выбирать какие-нибудь... Допустим, у вас есть какой-нибудь датафрейм про фильмы, который мы обсуждали, и, скажем, вы можете делать разные визуализации в зависимости от того, там, человек интересует цветные фильмы или черно-белые фильмы, или делать визуализации, которые включают только тех режиссеров, которые пользователь выбрал и так далее. Вот хочется, чтобы вы что-то такое сделали с помощью Streamlit. Просто попробовали бы заодно, посмотрели бы, как устроены разные библиотеки визуализации. Так что вам придется освоить все то, что я сегодня показал. Ну, или не освоить, но тогда вы получите меньше баллов. Есть ли какие-нибудь еще вопросы про сегодняшнюю историю? Я думаю, вопросы начнут появляться ближе к дедлайну по этой домашке. Да, это будет на майские праздники такая большая домашка. Ну, она не очень большая, но нестандартная. Да, и, соответственно, поскольку тут нету такого заранее заданного условия, я имею в виду, что это не то, что вот как раньше мы делали, когда у нас есть конкретные задачки с конкретными тестами, с конкретными правильными ответами, значит, оцениваться это будет как такие мини-проекты с помощью peer-review. Там по некоторой системе критериев я напишу все эти критерии. Но я думаю, что как раз за майские праздники можно будет повозиться с этим. Тут, на самом деле, вот я сейчас все это вам показал, рассказал. Я понимаю, что, конечно, уровень какой-то технической сложности того, что я сейчас рассказываю, он, конечно, оказался как бы это такой довольно резкий скачок от инструментов, которые такие скорее повседневные. Мы перешли на инструменты, которые, ну, там, какие-то профессиональные инструменты программистов, типа GitHub, PyCharm и так далее. Но, в общем, мне кажется, что если вы с этим повозитесь, то это будет в любом случае полезно. Чем раньше начнете осваиваться с таким айтишным инструментарием, тем будет проще в тот момент, когда он вам пригодится. Окей. Ну что, если вопросов больше нет, тогда все на сегодня. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...